здравствуйте микрофона майкл наки это свежий новостной выпуск сегодня расскажу вам о прошедших митингах поддержку алексея навального послание владимира путина а также новых подробностях операции гроу по буквально диверсии в чехии обо всем этом сегодня подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии ну и смотрите видео обязательно до конца кстати про подписки осталось 30 тысяч подписчиков до 200 тысяч мне кажется уже можно педалировать эту тему поэтому обязательно не забывайте подписываться и так по всей стране прошли митинги в поддержку алексея навального надо сказать что условия были максимально неблагоприятные а запугивание было беспрецедентным однако тактика власти в этот раз сильно поменялось в этот раз запугивание происходило не абстрактно то есть по телевидению не рассказывали о злых врагах которые готовят значит какие-то провокации в тик токи не была запущена кампания по дискредитации митингов также обошлось и без громких заявлений нет конечно мвд и всякие чиновники выступали с предостережениями но при этом фокус вообще всего запугивания был несколько смещен каким образом дело в том что те кто выходят на митинги это не те кто смотрит телевизор это не те кто верит соловьёву симоньян и в целом ориентируется на созданную пропагандой картинку это совершенно другие люди и в этот раз удар был именно по ним во первых было огромное количество превентивных задержаний ну то есть к людям вламывались дома проводили обыски обыски были иногда жесткий иногда нет но тем не менее огромное количество и координаторов штабов навального подверглись этому и в целом люди которые мы репостили записи или вот что-то такое осуществляли но к этому мы с вами уже к сожалению привыкли помимо прочего конечно сказалась история с утекшей базой фонда борьбы с коррупцией напомню леонид волков рассказывал что на одного из бывших уже сотрудников фонда борьбы с коррупцией было оказано давление под которым он и слил те самые базы ну то есть он слил имейлы граждан которые регистрировались на сайте free навальный точка ком при этом по всем этим адресам были разосланы письма не только с угрозами но и письма в которых были включены данные из других баз причем предположительно там фигурировали данные из базы госуслуг непонятно это утекла база госуслуг или значит она была предоставлена злоумышленникам но тем не менее когда многим людям приходили письма в которых содержалась информация об их адресе об их месте работы и всем остальном это многих скажем так пугало помимо прочего активно нагнетались страхи по поводу того как именно полицейские будут реагировать на проведение митингов что они будут всех избивать что они будут всех задерживать что они будут арестовывать и заводить уголовные дела по факту мы видели что в большей части городов россии митинги прошли весьма мирно но к этому мы еще вернемся да исключением стал санкт-петербург и несколько других городов тем не менее кампания по запугиванию людей велась весьма масштабно отличилась и ксения собчак которую мы нежно любим она опубликовала пост где было написано что по ее надежным источникам они у нее всегда такие надежные и такие источники в москве будут многих арестовывать будут массовые задержания возбуждения уголовных дел надо ли говорить что ничего из этого не произошло и надо ли говорить что в очередной раз ксения анатольевна проявила свою вот эту вот гибридность как это можно обозначить то есть это такая пропаганда для людей поумнее чем зрители славьева и киселева то есть она в целом из оппозиции иногда даже против путина даже на выборы выдвигалась но в нужные моменты когда власти это необходимо она готова и поливать грязью навального и готова пугать москвичей чтобы те не выходили на митинги при этом что касается того как вела себя полиция надо сказать что полиция в москве например было крайне миролюбиво около 30 задержаний практически отсутствие применения физической силы электрошокеров спецсредств и всего прочего к чему мы уже привыкли что это значит мы не будем здесь рассуждать о том почему это произошло там строится разные версии кто-то говорит что людей вышло слишком мало для того чтобы к ним применялись какие-то меры но мне это кажется не серьезным аргументом потому что 2 февраля когда выходило куда меньше полиция была гораздо активнее кто-то говорит что не хотелось на фоне послания делать картинку где значит полицейские избивают людей но если бы это было так то и в питере бы обошлось без зверства странной полиции поэтому гадать что именно произошло и почему в ряде городов все прошло тихо и мирно мы не будем на что мы точно можем сказать что полиция когда бьет избивает практически пытает лежащих людей и безоружных людей она это делает по указке то есть это не какая-то модель поведения которая у них всегда и безусловно работает это конкретные люди которые отдают конкретные приказы учитывая масштаб происходящего это как работают полицейские органы неважно силовики в целом до росгвардия полиция и прочее мы не будем делать вид что это какие-то разные организации да у нас силовики подчинены вертикали власти и исполняют ее указание это не является независимым институтом является репрессивным механизмом внутри нынешней вертикали так вот если им не отдают приказ мутузить людей то значит они не будут этого делать а следовательно нет никакой единой установки все оправдания которые были в прошлый раз о том что значит вот люди же нарушили закон они же вышли все остальное не работают это значит что есть лишь политическая воля и когда людей избивают массово задерживают пытают в отделениях это прямые приказы конкретных людей незаконные приказы не справедливые приказы не говоря уже о том что антиконституционные и поэтому конечно каждый такой генерал или приказывающие ему политическое лицо должна нести за это ответственность потому что избиение безоружных людей аресты по надуманным предлогам это не только нарушение прав человека но это как говорится подрыв конституционного строя не говоря уже о ситуациях когда этому подвергаются журналисты которых закон защищает напрямую по крайней мере на бумаге помните об этом когда в следующий раз пропагандисты будут вам рассказывать что правильно метель от людей вообще полицейских не было другого выбора потому что эти митинги ничем не отличались от январских митингов и всего остального это значит что единственный измененный в поведении полиции фактор это приказ который был отдан или не отдан но не обошлось и без действительно ужасающих людей так митинги прошли петербурге где полиция сорвавшиеся с цепи а точнее с цепи отпущенная действительно избивала всех подряд применял электрошокеры к лежащим на земле людям применяла дубинки спецсредства и задержала огромное количество людей более 800 человек было задержано совершенно без каких-либо на то оснований сейчас есть видео фиксации все остальное мы снова видим как когда журналисты начинают снимать полицейские действуют несколько иначе и при этом самим журналистам тоже достается и собственно те кто участвовал в митинге те кто наблюдал за ним говорят что в петербурге конечно силовики действовали с озверением с чем это связано то ли с тем что это родной город путина то ли с абсолютной политической импотенцией беглова и его невероятным страхом опять же гадать здесь сложно но нужно зафиксировать факт что полиция вопреки мирному характеру протеста избивала граждан делала это с упоением и им нет никакого оправдания был ли митинг успешным и вообще оппозиция же говорила что это финальная битва удалась ли она удалось ли отстоять вопрос сложный оценивать сейчас это практически невозможно но то что в условиях абсолютно невероятного давления что в условиях разгрома оппозиции люди все равно вышли вышли несмотря на то что их запугивали не только дубинками но и прямо посадками это действительно интересно и количество людей которое вышло тоже изумляет в том плане что нельзя сказать сколько точно было людей на улицах россии но это десятки тысяч человек это действительно люди не побоявшиеся выйти за то что они считают важным многие выходили по разным причинам кто-то хотел чтобы к Алексею Навальному допустили врачей кто-то хотел его свободы а кто-то в целом выходил против несправедливости которая происходит против узурпации власти и против преследования политических оппонентов а также большого количества политически мотивированных уголовных дел у каждого были свои причины но любой кто вышел в такой ситуации это человек совершивший практически героический поступок переступивший через себя переступивший через свои собственные риски ради блага в которые он верит но давайте в сухом остатке посмотрим ну какие итоги у этого митинга и компании ему пришествующей к Алексею Навальному допустили гражданских врачей причем произошло это вскоре после того как митинг был объявлен хотя по другим источникам незадолго до однако митинг маячил в любом случае перед властями и допуск врачей прямое его следствие надо сказать что митинг не единственное что на это повлияло конечно и международная поддержка и поддержка граждан внутри страны буквально ваши лайки репосты ваши посты ваши твиты ваши записи в фейсбуке а может быть и в богомерском вконтакте богомерский он не потому что там плохой дизайн или что-то такое потому что он сливает данные ментам но так вот все это привело к некоторому давлению на власть давлению с внешней стороны с внутренней стороны и она была вынуждена поступиться собственной непоколебимостью после объявления собственного митинга Навальный был переведен в другую колонию до вк-3 и медсанчасть там понятно что колония как я и рассказывал вам в предыдущем видео не сахар и даже в некоторых вещах хуже чем и к 2 но в любой колонии в любом и даже концлагере можно создать комфортные или хотя бы человеческие условия если есть на то воли как мы можем судить сейчас действительно для Навального были такие условия созданы не тепличные не хорошие и все равно с нарушением огромного количества законов российской федерации тем не менее он находится в одиночной камере ему оказывается какая-никакая помощь сейчас врачи Алексея Навального просят его прекратить голодовку потому что после митинга их ознакомили с результатами обследований которые были проведены вопреки тому что ранее в просьбах их провести ему отказывали в итоге что мы можем сказать что результатом 23 дневной голодовки Алексея Навального что результатом внутреннего давления и внешнего давления общественного резонанса на территории России за ее пределами а также митинга Навальному были проведены необходимые обследования его осмотрели гражданские врачи и собственно теперь опасения за его жизнь все равно остаются но они чуть меньше чем были до этого влиял ли на это только митинг нет на это влияла вся совокупность факторов на митинг однозначно показал властям что есть люди которые готовы выходить что в случае если с Навальным что-то случится то масштаб людей вышедших может серьезно увеличиться и надо понимать что на каждого вышедшего человека есть десяток сотня не вышедших людей тех кто разделяет недопустимость преследования Алексея Навального как минимум в России 30 процентов по опросу Левада не согласны с тем что это преследование справедливо но эти люди конечно боятся у кого-то маленькие дети кто-то не хочет потерять работу кто-то переживает что он может попасть под арест а то и под уголовную статью и опасения этих людей понятны но сам факт того что большое количество людей продолжает поддерживать и сам факт того что часть из них готова выходить создает опасения для власти что в случае если с Навальным что-то случится то масштаб внутренних потрясений может быть намного больше чем они ожидают я понимаю что все что я сказал звучит несколько оптимистично но оптимизма честно говоря у меня особо не прибавилось совершенно очевидно что в ближайшее время ФБК и вообще структуры связанные с Навальным будут разгромлены они будут признаны экстремистами а люди которые значит распространяют их материалы или каким-либо образом что-то там ретвитит или что-то могут быть подвергнуты уголовному преследованию нет вряд ли это будут массовые дела но показательные процессы безусловно будут поэтому расслабляться рано и считать что ситуация исчерпана абсолютно невозможно Алексей Навальный все еще находится в заключении его жизни все еще угрожает опасность а власть явно нацелилась на полное уничтожение любых людей которые не согласны с действующей политикой Кремля при этом пространство для маневра всегда есть и ближайшая точка которая перед нами маячит это выборы в Государственную Думу уж не знаю как вы но власть точно боится их власть видит что они могут каким-то образом пошатнуть ее стабильность пошатнуть ее возможность продолжать управлять страной в том деструктивном ключе который они выбрали и поэтому мы видим и послание Путина которая весьма миролюбивая и можно охарактеризовать его как всем цветы и мороженое и все остальное практически как песня манифест одной из моих любимых групп Ляпи Струбецкой но при этом власть параллельно защищает всю поляну независимой политики и собственно продолжается в том числе и санитарное дело по которому в день митинга задержали Любовь Соболи и Киру Ярмаш причем задержали с какими-то невероятными историями то есть их задержали не по самому этому делу а за вещи которые никак с ним не связаны Киру Ярмаш задержали когда она в разрешенное для себя время но она находится под домашним арестом пошла в магазин и якобы за репост собственно призыва к митингу который она не могла сделать так как ей запрещено пользоваться интернетом Любовь Соболь же задержали вообще за эфир на Эхе Москвы где она про митинг практически не говорила я слышал тот эфир еще сильно удивился потому что Любовь Соболь обычно весьма категорично в своих заявлениях а тут явно сдерживалась но это понятно они не хотят чтобы политики каким-либо образом участвовали в жизни страны сейчас будь то митинги или будь то подготовка к выборам в Госдуму всячески навешивают на них административки превращая их в дадинскую статью и иногда заводя уголовные дела единственное оружие которое остается сейчас у оппозиции которого власть очень сильно боится это умное голосование в преддверии самого умного голосования конечно пойдут так называемые разводки вам будут рассказывать что нельзя голосовать за коммунистов сталинистов что надо поддерживать значит каких-нибудь приятных людей неважно что они не могут пройти и прочее 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 в контексте этого часто будут вспоминать Адольфа Гитлера да я кстати ни разу в новостях не упоминал Адольфа Гитлера надо же ну вот этот момент настал не будут упоминать Адольфа Гитлера он демократическим как раз путем и в рамках протестного голосования пришел к власти и вот смотрите до чего доводят эти ваши выборы и протестные голосования поэтому я решил что в субботу в эту субботу я выпущу ролик где объясню почему Адольф Гитлер не приходил к власти демократическим путем вот даже обложку можете посмотреть она уже готова да и ролик сам почти тоже поэтому в субботу в 14.30 обязательно заходите на канал и посмотрите этот ролик я думаю он будет многим интересен и он поможет не вестись на классические уже разводки в общем умное голосование это то что ждет нас впереди я не думаю что с помощью него можно будет сильно пошатнуть итоговый состав государственной думы но он заставит власть применять фальсификации гораздо масштабнее и нарочите что вызовет недовольство граждан причем не оппозиционного ядра а тех людей которые недовольны нынешней политикой власти но не аккумулированы в рамках некого протестного движения но об этом поговорим чуть позже не прямо смысле в этом новостном выпуске а ближе к выборам подводя итог под митингом и протестами можно сказать что есть большой потенциал особенно у регионов мы мало уделяем этому внимание много говорим про москву и питер но то что в регионах даже в маленьких городах выходят люди говорит об эрозии эффективности государственной пропаганды потому что на каждого вышедшего есть десятки и сотни людей которые остались дома по различным причинам но у них есть вот этот протестный потенциал у них есть вот это несогласие с тем что происходит и не только в том что касается навального о том что касается страны в целом потому что экономические социальные ситуации становятся только хуже с каждым годом результаты митинга прокомментировал алексей навальный письмо от него появилась в инстаграме политика я приведу его полностью привет это навальный мне все сложнее оценивать что там на самом деле происходит у вас за пределами моей камеры сейчас у меня только телевизор которому нет пульты и все кнопки на котором включая кнопку громкость заблокированы так что показывают только канал культура один час в день но приехавший адвокат рассказал мне немного о происходившем вчера и искренне скажу два чувства бушуют во мне гордость и надежда гордость за то что я часть вот этого большого и прекрасного один из вас честных людей кто не молчит глядя на несправедливости беззакония кто не боится несмотря на всю ту злобу и ненависть стекающую сейчас из кремля потому что понимает бояться сейчас это терять продавать и растрачивать свое собственное будущее вышли вчера со мной ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять как иду с вами и за вас а надежда очень понятно вот же оно спасение россии вы вышедшие не вышедшие но поддержавшие и даже не поддержавшие публично но сочувствующие наша страна сползает во мрак благополучном 21 веке народ богатый ресурсами россии с каждым годом становится беднее не развиваемся отстаем и деградируем с каждым годом по единственной причине маразматичные костные глупые но злые и хитрые деды из кремля каждый день выменивают достойную богатую жизнь граждан россии на свои дворцы и виноградники но вот же люди идут по улице значит они все знают и понимают они не отдадут ни своего будущего не будущего своих детей не своей страны да какое-то время будет тяжело и мрачно но те кто тянут россию назад исторически обречены нас все равно больше россия будет счастливой вот такое своеобразное послание от алексея навального но было на этой неделе и послание владимира путина где он обещал много чего она была миролюбивая и за это спасибо впрочем в прошлом новостном выпуске я вам и говорил что все будет посвящено социалки по большей части потому что это послание предвыборное нужно раздать пряники плюшки и все остальное и владимир путин много говорил о каких-то пособиях о новых заводах о новых больницах домах культуры зачем-то вспомнил общество знания это он конечно зря никто его не понял из тех кто значит молод но те кто не молоды вспомнили общество знания я его знаю только по описанием как раз тех кто вспоминал меня поэтому не очень понятно к чему это была отсылка в целом послание было рваная было видно что это разные куски разных вещей было видно что есть какая-то незаконченная недосказанность белоруссию но я думаю она не будет досказана в ближайшее время по крайней мере до встречи путина с джозефом байденом потому что чтобы он там не говорил я про владимира путина он очень ждет этой встречи он очень хочет ее он очень хочет чтобы большие мальчики взяли к себе поиграть чтобы это не только была история как от него отмахиваются как от назойливой мошкары а чтобы вот его воспринимали за равного себе за равного себе его конечно не воспринимут на какие-то жесты типа переговоры тет-а-тет для него важны поэтому сейчас он будет тише воды ниже травы отводить войска от границ с украиной и делать не демонстративные репрессии а делать репрессии точечные постфактумные ну то есть уже после митингов каким-то людям придут будут защищать потихоньку фбк делать это не публично для этого дела засекречено но делать это значит достаточно прямолинейно вот послание владимира путина было наполнено предвыборными обещаниями раздадим тем раздадим этим поднимем медицину поднимем образование наука опять же у нас цветет и пахнет по его словам правда на неделе было исследование в котором говорилось что все больше ученых покидают россию и отправляются в другие страны поскольку здесь не мне очень комфортно это уже мое предположение и связано и даже не столько с деньгами потому что ну ученые это вообще знаете специфический склад не то что ума на склад жизненных таких ориентирах то для них важно то чем они занимаются и поскольку в россии тем становится заниматься все сложнее появляется все больше ограничений закон о просвещении преследования по делам о государственной измене ученых собственно постоянные слежки и прочее да то ученые отсюда к сожалению уезжают снижая научный потенциал страны точнее снижают его не сами ученые своим отъездом а те кто их пасут те кто их прессует и те кто значит разваливает российскую науку медицину и образование собственно этот человек и давал послание и в его послании что интересно проблемы о которых он говорит они действительно правильные то есть у нас проблема с бедностью проблема с медицинской инфраструктурой проблема с всем на свете на самом деле все что касается социалки потому что владимир путин не то чтобы ее игнорируют но скорее сознательно от нее отворачивается и собственно деньги которые идут на творцы ему и его приближенным это собственно те самые деньги которые должны были бы быть направлены на медицину здравоохранение и прочее ну и рассказывая обо всем этом владимир путин конечно много врет врет по маленькому врет по большому ну например то что он говорит про пандемию это просто ну это не соответствующие реальности вещи ну когда он рассказывает что мы лучше всех пережили ее что у нас все эффективно неправда россия по избыточной смертности в лидерах к сожалению и катастрофические последствия от пандемии в россии от игнорирования этой пандемии в том числе и здесь конечно много лжи им сказано про то что завод открыть в россии легче чем где-либо в мире про то как значит образование у нас замечательное ну то есть много достаточно уже если хотите кстати я могу сделать спецвыпуск про ложь владимира путина именно в послании ну и может быть туда добавить каких-то предыдущих посланий напишите об этом в комментариях это не так сложно он там врет достаточно откровенно и это можно разобрать там на щелочек пальцев на 10 минут я могу сделать такой флэш если вам это интересно если не интересно не пишите что касается историй связанных с его ассоциативными рядами киплингом и прочим это даже комментировать особенно бессмысленно наверное с сашей сегодня в стриме это покатаем обсудим он будет в 22 часа на этом канале присоединяйтесь но видно что когда владимир путин начинает говорить про международную политику то у него прям глаза загораются когда он говорит про внутреннюю политику про социалку ему как будто скучно он заговаривается ему не очень интересно как-то спустя рукава это все делать но знаете что самое интересное что несмотря на предвыборный год и несмотря на то что все послание было фактически как я раздам вам то я раздам вам это по факту обещания не очень дорогие то есть по факту выделение денег о котором говорит путин достаточно ничтожно вот что о суммах которые наобещал владимир путин говорит экономист сергей гуриев это две десятых процента ввп для федерального бюджета реально ошибка округления то есть это вещи которые бюджет не замечает мы говорим о 200 миллиардах рублей в год в первые два года президентского срока путина который начался в 2018 году российское правительство не допотратило по триллиону рублей бюджетных расходов то есть просто не смогло потратить в пять раз большую сумму чем то о которой идет речь поэтому не нужно думать что это имеет хоть какое-то значение для российского бюджета это действительно незначительная сумма и тратить надо гораздо больше сергей гуриева мы кстати недавно говорили по поводу доклада застой 2 который объясняет чем губительна нынешняя российская политика для российской экономики благосостояния граждан ну то есть по факту если мы говорим о не политических свободах а просто о существовании бедности в россии о падении реальных доходов то все очень плохо да и у нас есть экономический застой вот этот ролик с сергеем гуриевом посмотрите его там он подробно описывает как политическая несвобода отсутствие конкуренции конвертируется в проблемы для каждого жителя страны независимо от того поддерживает он путина или навального или может быть я не знаю кого угодно верит ли он заговор рептилоидов просто мы становимся беднее и к сожалению переломить эту тенденцию без политических изменений невозможно по итогу послание миролюбивая за это спасибо никому не объявлена война это хорошо но правда это запугивание было такое весьма истеричное но видите как и бывает это когда потерял паспорт дома например а потом нашел его и сразу чувствуешься радостным то есть я ничего не прибавилось но поскольку ты думал что есть угроза у тебя значит ожидания были очень такие волнительные они не оправдались если хотите удвоение ожиданий и вот здесь когда путин не объявил войну не объявила присоединение беларуси то многие выдохнули с облегчением но при этом послание рядовое обещанные деньги совершенно никак не помогут сейчас российским семьям и всем остальным гражданам по крайней мере значительно что такое 10 тысяч рублей для российских семей на фоне пандемии и падения реальных доходов во время нее конечно ситуация катастрофическая и нужно гораздо больше вливать денег для того чтобы хотя бы скомпенсировать вот этот вот разрыв который образовался во время пандемии отдельно конечно доставляет фиксация владимира путина на детях владимир путин все еще предполагает что детей не рожают потому что мало денег за это предлагает нет детей не рожают или отказываются от этого из-за того что ситуация нестабильная ситуация достаточно неблагоприятные люди беднеют и в такой ситуации заводить детей представляется многим опасно она может быть владимир путин говорил про других детей которых мы видели на митингах правда не тех которыми пугает пропаганда те кто на стороне росгвардии Хорошая иллюстрация всем этим бесконечным обещанием Одна такая не очень заметная новость Которая прошла на этой неделе Про Армавир Там потолок рухнул на второклассниках Во время урока в школе Пострадали трое детей У одного подозревают сотрясение головного мозга При этом, как сообщил изданию «Подъем» Отец одного из учеников этого класса Потолок недавно ремонтировали Причиной ЧП могли стать некачественные строительные работы Ну то есть это история, которая тянется с нами и тянется Коррупция и отсутствие политической конкуренции Затрагивает вас в самый неожиданный момент Это может быть полицейский, который подкидывает вам наркотики Это может быть ваш ребенок, который пошел в школу Но там все разворовали на ремонте И поэтому на него падает потолок Помните об этом Когда вы размышляете о том, что вы вне политики И вообще туда не надо лезть И вообще, ну вот хорошо же сидим Значит тихо и спокойно По факту все эти вещи оказывают влияние на вашу жизнь Мы становимся беднее Мы становимся менее защищенными И с каждым разом вот снаряды, которые разрываются Становятся к вам и ко мне все ближе и ближе Но у меня это понятно Я занимаюсь вот политической такой аналитикой на ютубе Да, поэтому у меня не просто рядом взрываются снаряды А у меня много знакомых, у которых проходят обыски Которых задерживают Мне периодически приходят разные письма счастья Об этом как-нибудь в другой раз Но я сейчас говорю про то, что для людей Даже не связанных с политикой Не в штабах Навального И тех, кто всячески открещивается Это влияет на вас напрямую Влияет на вас напрямую какая-то невообразимо Агрессивная и бессмысленная Внешняя политика Так вы, возможно, слышали на неделе Или видели в моем прошлом новостном выпуске Историю про то, как Петров и Башеров Взрывали склад в Чехии И делали они это, скорее всего, по заданию ГРУ Ну, даже не скорее всего Я думаю, скорее всего, здесь недостаточное словосочетание Чтобы объяснить, насколько серьезно это вероятно И продолжается конфликт между Чехией и Россией Причем, ну, Чехия страна, которая Никогда особой агрессии к России Там ничего не в риторике, ни в чем не было И вообще целовались десны Друг друга любили А вот оказалось теперь Что в результате расследования Которое там проведено Подозрения Серьезные подозрения, я бы сказал Пали на российскую спецоперацию По взрыве складов Погибли там два человека И как бы это очень серьезная история Потому что это буквально диверсия На этой неделе Беринкэт и Христо Грозев Который многим полюбился Надо попробовать с ним как-нибудь что-нибудь записать Ну, давайте посмотрим, есть ли у вас запрос А то мой фильм про журналистов-расследователей Он, конечно, набрал какие-то просмотры Но я ожидал чего-то получше Вот, давайте, если он тот фильм наберет Хотя бы сто тысяч просмотров То я попробую записать еще отдельно Что-нибудь с Христо Грозевым Вот, постучу ему в разные лички Все остальное Так-то мы и не знакомы Ну, так вот Христо Грозев и Беринкэт Опубликовали, собственно, расследование По тому, как это все происходило Если верить Беринкэт, инсайдеру и Грузе В операции по подготовке взрывов на складах боеприпасов в Чешской деревне В 2014 году, в совершении которых власти страны обвиняют российское ГРУ Лично руководил глава войсковой части ГРУ 29155 генерал Андрей Аверьянов Об этом, собственно, в расследовании и рассказывается Всего в операции участвовали 6 человек Двое подчиненных Аверьянова Денис Сергеев и Егор Гордиенко Подполковник Николай Ежов И предполагаемые сотрудники ГРУ Которые известны под именами Александр Петров и Руслан Баширов В Чехии, напомню, они использовали паспорта на имена Руслана Табарова и Николая Попы Ну, Лелик и Болик, Биба и Боба По данным расследователей, Петров и Баширов связались с компанией IMAX Которая занималась хранением оружия на складе И выбросили доступ к закрытому участку склада с 13 по 17 октября 2014 года Они представлялись потенциальными покупателями боеприпасов Компания IMAX связалась с болгарским торговцем оружием Емельяном Гебриевым Сообщив ему о потенциальных клиентах Но его встреча не заинтересовала И напомню, Гебриев был потом отравлен новичком Взрыв на складе произошел 16 октября Уже через несколько минут Петров и Баширов улетели в Москву из Вены А Аверьянов и Ежов в тот же день вылетели из Праги в Вену Откуда затем также отправились в Москву Надо сказать, что Христогродев анонсировал Что готовится еще одна часть расследования Скорее всего она будет посвящена еще одному взрыву Это уже мое предположение Там же в Чехии И пазл, как говорится, сложится Зачем нужна была эта невероятная авантюра Это оружейный интерес к конкуренции Или это попытка прервать поставки оружия на территорию Украины Пока неизвестно, есть лишь предположение Но совершать взрывы на территории чужой страны Руками собственных спецслужб Ну или чем-либо еще руками Это практически политический суицид В отношениях со страной Европы И сейчас скандал весьма большой Просто мы на него обращаем не столько внимания Поскольку наше внимание приковано к внутренней политике России Мы же не Владимир Путин К тому, что происходит с Алексеем Навальным И к тому, что происходит с точки зрения репрессий А так, конечно, скандал невероятный И как выходить из него будет Россия непонятно И, судя по всему, выходить они из него не очень хотят Они рассказывают, что это все поклеп, ложь и все на свете Хотя Маргарита Симоньян фактически подтвердила Что Баширев и Петров работают на ГРУ По крайней мере, она написала, что гордится ими в этом качестве Ну, так сказать, язык твой, враг твой Это мы все потом припомним Будем складывать в определенные папочки Взрывать склады на территории чужих государств Российская Федерация считает нормальным А обычные вещи она называет цифровым экстремизмом На этой неделе жители Краснодара из-за плохой воды и проблем с канализацией Создали такой сатирический аккаунт Водоканала В Росводоканале местным назвали это цифровым экстремизмом И обратились в полицию Страничка в Инстаграм, с которой от имени организации С измененной буквой в названии комментировали проблемные вопросы Появилась в апреле, некоторые жители города стали тегать ее В надежде получить реакцию на фекальные фонтаны Как они их называют И затянувшиеся работы по очистке труб В пресс-службе Росводоканала рассказали, что считают подобные действия авторов Опасным издевательством Цитирую, цифровой экстремизм, к сожалению, стал опасной приметой нашего времени Который скрывается под разными личинами Людей, которые зло и цинично манипулируют жителями Краснодара Трудно назвать шутниками Как правило, владельцами таких аккаунтов движет банальная корысть Мы рассчитываем, что правоохранительные органы Краснодара Дадут соответствующую оценку действиям организаторов хейтерской компании Ну то есть представьте, организация плохо работает Какие-то люди начинают это высмеивать Мы знаем такие примеры, как вот ИА Панорама Хотя они сейчас уже не очень актуальны Потому что реальные новости, они сильно абсурднее, чем то, что Панорама может выдумать И вот борьба с ироничными аккаунтами, даже не политическими, теперь у нас борьба с цифровым экстремизмом Нет, мы надеемся, что полиция не станет ничего делать Но сам факт, что вот эти организации теперь готовы под личиной экстремизма писать доносы А доносы отличаются от гражданской, значит, инициативы тем, что они неправдивы И они не базируются на каких-либо настоящих фактах и оценках Да, писать доносы начинают все больше Неважно, это рэпер Моргенштерн, неважно, это, значит, какой-то сатирический аккаунт Но вот эта заданная планка репрессий и стукачества и всего остального российским государством Воплощается в то, что все в большей сфере жизни она проникает И все ближе мы к тоталитарной диктатуре, которая контролирует не только политическое пространство, но и все остальное Ну и давайте к рубрике, чтобы немножко позитива, наконец Конец новости из параллельной реальности, давайте называть ее так Раньше это была культурная рубрика, потом спортивная рубрика Теперь будет новости из параллельной реальности На неделе прошла презентация Apple, и раньше это бы стало большим событием в России Для определенных кругов она стала, но сейчас вообще не до того В условиях падения доходов, в условиях политического кризиса, в условиях преследования, конечно, никто это не обсуждает Но тем временем там представили много новинок iMac с тончайшим корпусом, iPad Pro с топовым процессором, брелок и iRTEC, чтобы ничего не потерялось Такая штучка, вы ее куда-нибудь херачите, куда-нибудь оставляете Я все время, например, теряю то ключи, то еще что-нибудь Вот, поэтому это такая штучка, ты на нее кладешь и с помощью айфона можешь искать Ну а также главная инновация, сиреневый айфон 12 К чему я все это рассказываю? Ни к чему, чтобы просто вы представляли, что существует другая жизнь И если бы не вся эта история с узурпацией власти, с бесконечной ее жаждой И с ухудшением нашего с вами положения и вот это вот все вещи То мы бы наблюдали с вами за новинками от Apple Писали бы, что Apple скатилась или писали бы, что Apple молодец Неважно, мы бы обсуждали эти вещи, мы бы обсуждали Суперлигу Я на неделе много видел новостей по ней, но так и не успел разобраться Потому что был занят тем, что собирал информацию про митинги Собирал информацию про послания, собирал информацию про репрессии Которые происходят практически ежедневно И мне так хочется, чтобы этого всего не было Мне так хочется, чтобы мы обсуждали с вами Суперлигу Чтобы мы обсуждали презентацию Apple, новые игры, фильмы и все остальное Нет, кто-то продолжает это делать, но согласитесь, воспринимать это достаточно сложно И я хочу, чтобы вы понимали, что ответственность за это только на нынешней вертикали Только из-за них мы вынуждены информировать друг друга И распространять информацию о политике, о политических преследованиях и прочем Потому что если мы замолчим, если мы прекратим это делать То вот эта удавка настолько сильно сомкнется на нашей шее, что станет невозможно дышать С вами был Майкл Наки, подписывайтесь на канал Ну вы и так все сами знаете А, ну если хотите поддержать, можете его еще на Патреоне Ссылка будет в описании Я лениво это говорю, потому что сейчас там достаточно людей Нет никакой обязательной призывной кампании Вот, спасибо всем, кто подписан Тем не менее, если хотите, можете к ним присоединиться Там есть разные плюшки и фичи, которые вам будут доставаться Всего доброго, пока! Так, друзья, рекомендация на 20 секунд Медиазона, значит, запустила видео Оно у них пока не очень классное Но надо их поддержать, чтобы они не бросали это дело Я надеюсь, что мы получим еще один офигенный YouTube канал Поэтому все идите на YouTube канал Медиазона Смотрите там видео, ставьте лайки и прочее